И вот у нас главный, ага, неплохо было, главный герой расследования, главный расследователь, который сделал это расследование, Сергей Ежов. Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, вот ты разоблачил этого самого Юрия Борисова, который для наших зрителей, да, еще раз уточним, что это новый Рогозин, человек, который отвечает за российский космос. С какими суммами, если так утрированно перескать это расследование, но все равно, зрители, посмотрите его в любом случае, какими суммами тут можно оперировать? Там речь о десятках миллионов или сотнях тысяч, о чем там в целом идет речь, если говорить о суммах, в каких количествах он ворует? Если говорить о стоимости недвижимости, которая была нами обнаружена у Юрия Борисова и у его семьи, это сумма на 1 миллиард рублей. Если говорить про деньги, которые выручают его члены семьи на господрядах, то это десятки миллиардов рублей. Потому что, смотрите, Юрий Борисов был замглавы Минобороны, был вице-премьером, куратором оборонки, теперь глава Роскосмоса. Его сын зарабатывает на контрактах Минобороны, зарабатывал на контрактах от правительства, от оборонных компаний и в том числе работает для космической отрасли. В принципе, все, за что папа отвечал, на всем этом сын зарабатывал. Там десятки миллиардов рублей, вырученных на господрядах, это как электроника, например, используемая в беспилотниках, комплектующие для танков, для подводных лодок, в общем, всевозможные. То есть это, конечно, в прямом смысле, это слово коррупция, потому что, когда у тебя куратор вообще всей сферы, ты получаешь прямую от правительства, например, от Минпромторга, который подчинен твоему папе, получаешь господряды от оборонных предприятий, конечно, никак, кроме коррупции, это назвать нельзя. Сергей, вот расскажи, я сегодня вспоминал одно из первых расследований ФБК про Владимира Якунина, понятно, почему вспоминал, потому что Андрея Якунина, да, там приняли норвежские власти. И я вспоминаю, что вот эти благодатные якунинские времена, когда и Шойку разоблачали вы, и остальных, в основном было какое-то там Подмосковье или какие-то российские регионы, сейчас Черногория. Ну, понятно же, что это, прости, страна НАТО, понятно, что это там небогоугодный Запад, как ты думаешь, почему они стремятся сейчас в Черногории, какие-то близкие к этому страну, это же в конце концов небезопасно, может быть, недоработка каких-то, не знаю, черногорских властей, они чувствуют себя там в безопасности, на твой взгляд, или там какой-то климат, ты как человек, который в Черногории, судя по этому видео, был. Да, но здесь надо сказать, что небезопасно в Черногории фигурантом европейских санкционных списков, потому что Черногория, хотя не является членом Евросоюза, но у себя дублирует все те санкционные меры, которые вводят в Евросоюз, там проходит некоторое время, Черногория просто их повторяет зеркально. И здесь нужно сказать, конечно, о недоработке, я с удивлением обнаружил, что сам Юрий Борисов, не говоришь о его сыновьях, не включен в санкционные списки Евросоюза, я просто был уверен, что он должен был быть в этих санкционных списках, как многолетний вообще куратор обороны промышленности, закупки вооружений для Минобороны, то есть он в первых рядах должен быть в санкционных списках, но его там нет. Сергей, еще хочется у тебя спросить, ну такой тоже классика вопроса по фигурантам расследований, про фигурантов расследований, Юрий Борисов, ну все-таки не последний человек, вице-премьер, возглавляет сейчас Роскосмос, у него какие-то деньги наверняка вводятся, вот можешь, не знаю, если тебе дали, Господь дал тебе 10 слов, в 10 словах объяснить, почему он не мог на свои, допустим, трудовые доходы, все это купить, хотя бы часть. Его доходы, в принципе, известны, конечно, они не позволяют обретать это имущество, только дело, что известны доходы компаний, которые связаны с членами его семьи, они, доходы этих компаний, в принципе, наверное, позволяют приобретать это имущество, но дело в том, что от этого деньги, от того, что мы можем понять, откуда взялись эти деньги, они от этого чистыми не становятся, потому что они, в этом случае даже хорошо, что мы можем понять, откуда они взялись, потому что мы можем доказать, что они преступные. И такой еще хочется в догонку вопрос, Сыка, наверное, забегая вперед, как ты думаешь, есть ли перспектива сейчас, ну, то есть вы сделали расследование, вы поймали, как думаешь, велика ли вероятность, что это все будет арестовано, это будет отобрано, учитывая, что дело происходит, ну, не в России, не в каком-нибудь там Плёсе, как мы помним, там был Дмитрий Медведев, а все-таки в Черногории. По нынешним временам есть перспектива, что у них это все арестуют и отнимут? Я думаю, что после расследования, я думаю, что на Юлия Борисову и членов его семьи Европа должна обратить больше внимания и надеемся на то, что он, конечно, будет включен в санкционные списки вместе со своими сыновьями, которые помогают ему получать эти коррупционные деньги и, в конечном счете, список доказательств для Черногории, где черногорские власти с удовольствием, я думаю, арестуют это имущество. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо за просмотр!